Дауд Адаев, еще один наш соотечественник, тоже представляет Чекмат. Дауд Адаев, представитель Чекмат России, производитель Адаев Тим. Является очень моим близким другом, мы хорошо знакомы с Даудом, очень долгое время мы тренировались вместе. Начинал Дауд и Леонида Готовского, спортивных губелей, он, собственно говоря, как и я. И получил коричневый пояс, потом смедил команду, стал представителем Чекмат, и черный пояс он уже получил от, собственно говоря, родоначальника клуба Чекмат Лео Вьеры. Противостоять Дауду будет Родриго Капарао. С самого начала Дауд Сэйси Би, выступал он и против Самира Шантры на Беркуте третьем. Тогда он проиграл с Аммишином, но это неоднозначно, потому что, насколько мы все помним, там некая судейская, возможно, ошибка была. Но не будем об этом. Также Дауд выступал на ACB Джоу-Джицу Грам-при в борьбе за титул 75 килограмм. Проиграл тогда он чемпиону Эдлину Дажли. Затем выступал он в Испании, в Барселоне на предыдущем ACB, мы его комментировали. Он выступал против Луана Карвальо и в третьем раунде пройгал болевым скручиванием стопы. Но посмотрим, что сейчас получится у нашего спортсмена. В очень хорошей физической форме он находится. Во всем черном. Черный пояс, черное кимоно. Да, по возрасту Родрик Капарал и Дауда Дайв они похожи. Но Родрик Капарал, между прочим, начал заниматься в стратегическом джиу-джицу в 18 лет. То есть он довольно поздно пришел в этот спорта. Но это никак не замешало ему быстро достигнуть его карьерных успехов. Там были пояса и фиолетовые, и коричневые пояса. Уже с фиолетовым начал, с пурпурным начал тренировать, побеждать везде. А получив коричневый, он уже начал тренироваться вместе с одним из главных звезд в бразильском джиу-джицу. Андрей Гальвалов. Да, с братьями, кажется, Мэндосами он тренировался. Представители команды АТОС, Андрей Гальвалов, братья Мэндос, Рубин Лемос также. Андрей Гальвалов вместе с Рубин Лемосом открыли, в принципе, команду АТОС. И сейчас, на сегодняшний день, это лучшая команда из лучших поджиу-джицу. Это абсолютно объективно, это ничего-то не мое субъективное мнение. Они выигрывают раз за разом все турниры. Практически все имена самых известных черных поясов, которых мы видим регулярно на подиумах, выступают из команды АТОС. Это тот же Кивин Карнегиус, Андрей Гальвалов. И последнее, знаете, помимо того, что и так у них огромное количество сильных спортсменов, в последнее время все, когда почему-то задумываются, куда им слинить команду, 9 из 10 как будто уходят к Андре Гальвалову. Очень много ребят сейчас добавились к их команде. А Кинун Карнегиус, собственно говоря, тоже изначально до коричневого пояса тренировался под предвоительством Ллойда Ирвина. Он был самый такой талантливый ученик, выигрывал все-все-все, что можно по фиолетовым поясам, все, что можно по коричневым. Единственное, он один раз наступился по коричневым поясам в финале абсолютки чемпионата мира, когда он единственный раз проиграл Пауло Мияо из 10 их предыдущих встреч. Так вот, там был небольшой скандал в команде Ллойда Ирвина, в связи с которым многие покинули эту команду и Кинун ушел в Атос. Сейчас Густаво Батиста со своей девушкой Луизой Монтеро тоже представляет команду Атос. И Лукас Барбоса. В общем, практически все самые известные нам имена из этой команды. Итак, хватка началась. Очень сфокусирован он выглядит, дауд. Не хочет пропустить ни тейкдаун, ни какой-то там дюдаистский перевод спартер. Очень неплохие входы в ноги у Дауда. Я бы даже сказал, не неплохие, а очень хорошие входы в ноги. Очень хорошо он чувствует дистанцию. Знаете, он любит выманивать на себя соперника, потом резко-резко так ноги наться вниз и входить в две или в одну ногу. Мне кажется, такое с детства у него наигранное движение. Сейчас пытается продернуть под себя. Если бы у него вдруг получилось зайти за спину, он бы, конечно, получил два балла за перевод. То есть, когда мы валим человека на два колена, чтобы получить два балла за перевод в партер, мы обязательно должны находиться за спиной. Вот она, вот она, куча мата от Дауда. Попытка... Не удается удержать. И вот спина с коленом в этот раз, да, очень рисковое движение. Судя по последней схватке, как мы могли заметить, Дауд попадает в положение сидбелт. А теперь он оказывается снизу в положении север-юг. Не очень хорошо закончился, конечно, последний размен. Ну, из этого положения вполне можно работать. Нет, конечно, вполне можно работать. И, насколько я понимаю, Родриго Капарал сейчас никаких баллов получить не должен, поскольку не он перевел в партер Дауда Адаева. Дауд сам прыгнул, пытаясь сделать спину с колен. Вышло, что он отдал спину, вынужден был защищаться, оказался внизу. То есть никакого технического действия от Родриго Капарал, которое могло принести ему баллы за это положение, не было произведено. Север-юг тоже не оценивается. Есть проход гарда, но для него... Север-юг – это классическая позиция, прям в борьбе. Ну, за что как бы выдавать, да? Я имею в виду, вот, допустим, есть проход гарда. Но если получить проход гарда, ты должен начать из гарда. Но ты можешь пройти гард-север-юг и получить три балла. Но если ты просто окажешься в север-юге, за это баллов нет. Как и просто сайт-контрол, за это баллов нет. Вот, Аюб и Саид Тарамов подсказывают Дауду. Саид – это ученик Дауда Адаева, синий пояс его, очень перспективный молодой человек. А Аюб, собственно говоря, уже как состоявшаяся звезда бразильской жюджицы в России, серебряный призер чемпионата Европы и синий жюджицу, очень хорошо лимитировал. Дауду удалось выбраться из этого положения, не отдав никаких баллов, не отдав никаких, скажем, без всяких потерь. Да, очень уверен он вышел из всех перипетий и неприятностей, которые... Посмотрим, что у нас будет происходить дальше, середина раунда. Оступился Дауд, кажется. Мне кажется, скользко. Надо там, сейчас судья попросит протереть. После боя тяжеловесов, с которых отлил ручьями, там очень-очень-очень... Да, там водопад устроили ребята, что надо. Конечно, не Ниагарский, но... Спокойствие на лице Родрико Паралло. Такая голова, переходящая в плечи, без шеи. Да, это чисто Монсон. Ну и Дауд. Дауд очень спокойный, очень спокойный. Я думаю, он такой и по натуре человек. Конечно, у него огромный опыт выступления, он знает, каково это, знает, что к чему. Здесь уже его ничем не удивить. И, собственно говоря, его спокойствие никак не выбить из колеи. Такими бычьими шеями Дауда не напугаешь абсолютно. Да. Итак, продолжается первый раунд. Ровно середину раунда позади. Посмотрим, что будут предпринимать спортсмены. Российский спортсмен в черном кимоно. Предстоитель Бразилии в белом. Пока что счет равный. 0-0. Ну и посмотрим, как у нас будут обстоять дела с табло к концу первого раунда. Пока что 0-0. Ни нарушений за пассив, ничего. Абсолютно чисто. Вот, да, вот, пытался дырнуть под одну ногу. Знаете, Родриго не сильно иницирует. Много действий. Он практически от контратак работает. Отзащищал Дауда Учимату. Отзащищал Дауда спину с колен. Попытался забрать сильное положение. Вот снова Дауд пытается дырнуть под соперника. И, как я и сказал, вот, три с половиной. Вот первая, практически, попытка фода. И очень успешно начиналось. Вот даже схватился за одну ногу Дауда. Но встать с ней не получилось. Дауд ее быстро вырвал. Встряхивает пальцы рук Дауд. Оригинальные подсказки наших русских спортсменов, как обычно на турнирах. В стойке борьба проходит в первом раунде, за исключением небольшой ой. Вот, надеюсь, это не будет считаться тейкдауном. Дауд завалился назад после... Не знаю, было ли... Было похоже, как будто бы... Как будто бы Родриго немножко левой ногой подбил ноги Дауда, но и в то же самое время... Он все-таки не удерживал уже достаточного времени его в таком положении. Не, я имею в виду, Дауд-то лежит. Если бы судья посчитал, что это тейкдаун, он бы дал два балла. Я имею в виду, выглядело так, как будто Дауд тоже не пытался защищаться изначально. Как будто он ложился тоже. Да, как будто просто посчитали, что Дауд прыгал в гард, а Родриго Капарау не успел подловить на два балла. Назовем это пока что так. Отличный захват у Дауда. У него кросс-колор грипп на правой руке. То есть захват крест-накрест правой рукой, левой рукой он держит руку, и правая нога у него получается в бицепсе. Спайдер-гард такой. И будет пытаться либо вот треугольник показывать, который сейчас, собственно говоря, демонстрируется у нас на телеканале. Отличный выход на руку. Это омоплата прием, но он не получается, потому что не вкрутилась рука Родриго Капараула под нужный угол. Она должна как на кимуре выделить, вот так, чтобы омоплата успешно проходила. 7 секунд до конца первого раунда. Дауд работает открытый гард. И вряд ли что-то существенное сейчас произойдет, кроме гонга. Но Дауд дал понять Родриго Капараулу то, что... Схватка ему не понравится. Очень не понравится. Ему надо всегда следить за любой деталью. Дауд очень активно начал. Начал с внутренней подсечки. Потом поменял направление на Учимату. И практически поднял воздух Родриго. Просто правая рука Родриго сумела устоять, опереться в мат. Вот он, тот выход из положения неудачного, в который Дауд попал из-за своей атаки. Выбрался из черепахи. Вот он, вход в ногу от Родриго Капараула. И очень хорошая защита Дауда Адаева от входа в ногу. Попытка треугольника с переходом на омоплату. Вот Аюб секундирует Дауда. Знаете, если Дауд как-то поколением, скажем, назад получил черный пояс, три года, то... Ну, мы с Аюбом практически одновременно, наверное, начали заниматься. Практически одновременно получали следующие пояса. И вот, примерно в одно время и получили черные пояса. Дауд, знаете, нам... То, как более старший наш предводитель. Гораздо раньше он у нас пришел. Когда мы только начали заниматься, Дауд уже был состоявшимся спортсменом в этом спорте. И состоявшимся тренером. Итак, начинается второй раунд. Сразу прыгает закрытый гард Дауд. Это означает два балла на Дриго Капарау. Наверное, я немножко подзабыл Дауд про этот маленький нюанс правил. Потому что я очень сомневаюсь, что предпочел бы вот так вот минус два отдавать. При условии, что я знаю, как он неплохо защищается и работает в стойке. Мне кажется, просто немножко забыл. А может быть... Просто фору дает. А может быть и нет. Может, просто он настолько уверен в своем гарде, что, мне кажется, два балла для него не показать и передумать. Работа снизу. Кручивается. Пытается попасть в глубокий хавгард Дауд. Главное, не отдать свою голову и андерфук. И вот снова в стойке. Но теперь, конечно, счет не на пользу нашего спортсмена. Счет в пользу бразильца. Потому что полгард был произведен в первую минуту раунда. Это означает, что два балла, потому что первая минута у нас... Но полгард минут. То есть нельзя прыгать в гард. Ни при каких обстоятельствах. Сейчас Дауду нужно пытаться перевести бой в партер. Желательно займея при этом два балла за перевод. То есть, понятно, Родриго сам может прыгнуть под него. Дауд может прыгнуть под него. Но сейчас нужно, вот именно, что называется, нужно зарабатывать баллы. Потому что время играет сейчас на Родриго. В третьем раунде уже снова можно будет поизобретать. Но сейчас, вот, можно сказать, прямая цель перед глазами. Это вот два очка. Получает по одному предупреждению оба спортсмена. За то, что не слишком активно инициирует действия. 40 секунд до конца середины встречи. Извиняюсь, до середины встречи. Как раз вот до середины второго раунда. Итак, далее старт. Три минуты до конца второго раунда. А что это за стойка? Вот очень специфичная боевая стойка. Ну, это такая стойка, знаете, она, наверное, больше привычная для боксеров, которые вот так вот плечом закрывают. Ну, наверное, руководствуюсь примерно теми же принципами. Просто не то, чтобы мы закрываем свою голову, мы закрываем свою куртку. Вот, от потенциальных захватов с этой стороны. Да, с троунгера. Итак, Дауд прыгает в гард, попадает в открытый гард. Деларива встает без свипа пока что. Не получается у него повалить Родриго. Выпадает кусок черного ликопластыря с руки Дауда. Вот судья его выкидывает. И говорит, теперь можно продолжить схватку. Ликопластырь, но больше не помеха. Снова в стойке начинается борьба. Перевалил таймер за середину встречи. И не было у нас еще, наверное, пока таких боев, которые преимущественно в стойке. Ну, Мухаммед Кирибов, Виктор Анорю практически в стойке работали. До тех пор, пока Виктор не переводил Мухаммеда в партер. Да. А так, да. И самая первая схватка. Винни Могилеш как раз. И Моку Кахаваи обороли в стойке. Я просто помню, что-то было. Итак, отличная попытка. Беримбол от Дауда. Выходит он за спину. Невероятно, невероятно успешный транзисион получается. Сейчас же прекрасно исполняет Дауд. Возможно, на рычаг локтя сейчас остается закрытый гардер. Рычаг локтя тоже не удается у Дауду. Не менее прекрасная защита у Родриго Капарал. Это нельзя не отметить. Дауд исполняет... Несколько последовательных атак закинул Дауд. И также, уверенно, Родриго Капарал все эти последовательные атаки защитил. Все началось с того, что Дауд начал укручиваться в Беримбола. Зашел головой под руку. И получилось, что он уже был не в лицевой стороне Родриго, а за спиной. Родриго начал подниматься. Дауд начал запрыгивать за спину. В итоге Родриго сделал кувырок. Стряхнул Дауда со спины. И Дауд оказался в закрытом гарде. Но теперь плавно открылся. И мы работаем уже в открытом гарде. Сейчас у Родриго так называемое положение дабл андер. Дабл андер хук, если быть точным. То есть андер хук это крючки, да? Андер хук это когда мы берем крючками снизу. И вот если вы посмотрите, посмотрите сейчас обе руки Родриго Капарала под ногами Дауда. Поэтому проход гарда называется дабл андер хук. То есть двумя руками под ноги. Дауд пока что немножко от защиты работает, контролирует руки соперника. Сейчас ему, чтобы благополучно работать гард, нужно немножко на плечах отъезжать назад. Создавать пространство и свои пятки засовывать внутрь. Вот как бы такими круговыми движениями, скажем. 30 секунд до конца встречи. Родриго понимает, что он ведет 2 балла, что этот раунд нужно забрать в свою копилку. Первый раунд у него не получилось забрать. Второй, конечно, он так просто не отдаст. И в третьем раунде уже спокойно доводить до ума. Вот делает его проход, закидывает Дауда в черепаху. И вот Дауд из гарда. Если он сейчас поднимется с ногой и повалит, возможно, и 2 балла. Но нет, не получится. Слишком мало времени, конечно, на это. И в связи с этим Дауду пришлось очень расторопно принимать решение. Ну и Родриго просто плавно подстраивался. Прощал одно за другим, все атаки. И выигрывает второй раунд засчетом 2-0. Благодаря вот этому полгарду первые 30 секунд встречи от Дауда. Все-таки считаю, что нужно было, наверное, первую минуту отходить в стойке, не отдавать вот эти 2 балла вот так вот бесплатно. И, по крайней мере, Дауд сейчас сам в голове, конечно же, он понимает, что у него было бы гораздо больше шансов сейчас победить. А теперь Родриго на третий раунд будет выходить, словно он как бы побеждающий. Ему не нужно что-то оказывать, он будет от обороны, от контратак работы. А если нет, то настроение в схватке по-другому проходит. Понимаете? Она может выглядеть, может, однако, но в спортсменах в голове у себя всегда держат какие-то определенные, скажем, мотивации. Когда тебя не классирует по очкам, ты вообще ничего не можешь делать, конечно, ты расстраиваешься. Когда тебя закидывает болевой, и ты, скажем, старался, терпел, терпел выше, у тебя появляется какая-то злость, сразу хочется немножко отомстить. То есть вот определенные технические действия приводят к определенной, знаете, вот как бы мотивации или демотивации в голове на ближайший промежуток схватки. И вот я к тому, что вот эти два балла, да, начинается третий раунд, я просто закончу мысль, я к тому, что вот эти два балла, которые Дауд отдал во втором раунде, немножко могут его демотивировать в третьем. Потому что теперь ему придется уже как будто бы доказывать, что он должен выиграть. Потому что сейчас на табло он проигрывает. Четыре минуты и сорок секунд остаются у Дауда Адаева, чтобы забрать победу в этом поединке с Родриго Капаралом. Есть шансы у Дауда для того, чтобы это сделать. Да, я на самом деле уверен, что если вдруг Дауду получится забрать этот раунд, он будет, конечно, ну, не ничейный, я имею в виду, по сути у нас будет ничья, первый раунд никому, второй раунд Родриго, третий раунд Дауд. А почему-то, мне кажется, судьи отдадут предпочтение Дауду, потому что он более активно, более, знаете... Он действует в атаке практически постоянно. Да, и очень эффектные все атаки. Это не то, чтобы какие-то скучные, там, куртку на один сантиметр подвинул направо. У него все такие действия динамичные, амплитудные. Залк каждый раз взрывается, когда он начинает атаковать. Вот-вот. Именно об этом я и говорю. Остается четыре секунды до конца минуты без полгардов. Я думаю, Дауд прекрасно понял, что в прошлом раунде он немножко тактически ошибся. И в этом, конечно же, он такого не сделает. И посмотрим, как пойдет себя Дауд после того, как пройдет четыре секунды. Итак, у нас полноценная биржа-схватка. Можно прыгать в гард, можно делать все, что хочешь. Осталось на все про все три минуты пятьдесят секунд. Ну, сейчас пеналти вполне может схватить, мне кажется. Ну, схватят по пеналти, но, по сути, это никак не влияет на встречу. Мне кажется, спортсмены уже немножко адаптировались вот к ситуации с ACB. Если вот примерно в таком темпе бороться, ну, примерно раз в четыре минуты получать пеналти, ничего страшного не произойдет. Конечно, в титленном поединке на десять минут дольше бороться. Возможно, темп придется изменить. Пеналти получание. Снова такая стойка от Дауда. Видно, он не хочет, чтобы Родриго Капараус с легкостью добирался до захватов рядом с шеей. Поэтому руки держит так, наготове сбивать любые выдвигающиеся к нему угрозы. Три минуты до конца встречи. Да, почему-то мне тоже кажется, что сейчас не выдержит судья. Даст нам по пеналти. С таким неоднозначным взглядом из-под лобия судья наблюдаем за происходящим. Прыгает гард Дауд. Снова работа из Деларива гарда. Попадает в хавгард. Снова вкручивание. Возможно, нет, все-таки не получается вкручиться под центр тяжески Дауда. Отличный колор-драг. Драг – это продергивание. Есть арт-драг приемка, а мы за руку продергиваем. Есть аналогичный прием, а мы за куртку соперника резко дергаем. Пытаемся другой рукой зайти либо за спину, либо как бы в ногу подцепить, чтобы сделать сип. Прием называется колор-драг. Колор – это отвороты кимоно, которые идут рядом с шеей. Вы можете их увидеть ярче всего на белом кимоно Капарало. Да, да, да. Вот вокруг шеи, видите, отдельная такая часть материи. Вот это колор. Лапел также называется колор. Ну, по-разному. Лапел – это португальское название, насколько я знаю. Колор как раз по-английски. Две минуты до конца встречи. И уже предпринял Дауд одну попытку для атаки. Мне кажется, Дауду нужно стараться как-нибудь замаскировать движение прохода в ноги под пулгард. Как будто он прыгает вниз и, знаете, резко изменить свое направление. Но именно… Именно на движение не вниз, а чтобы он остался сверху. Нет, все-таки Родриго Капарало прыгает в гард. И у Дауда теперь одна только задача – нужно проходить гард. Потому что Родриго вряд ли поднимется в стойку. Он понимает, что минуту 40 можно из гарда поработать. При этом существенно ничего не проиграв. Минуту 40. Я думаю, Родриго Капарало будет пытаться все это дело оставить в закрытом гарде. Сильно рисковать он не планирует. Как вы видите, он даже руки не хватает. Просто взял два захвата за отвороты кимоно. Что говорит, что он только собирается тянуть Дауда вниз. Не сильно при этом пытаясь изображать армбары или треугольники. Вот этот захват кросс-колор, как бы поперечно. Видите, крест-накрест, он правой рукой берет захват слева. Один из самых популярных захватов в джиу-джитсу. Также за него кросс-челк делается. Кросс-слово крест, челк удушения. Да, челк удушения. Осталась одна минута. Мне кажется, в душе Дауд понимает, что теперь ему придется рисковать. А все из-за того несвоевременного пулгарда. Да, напомним, в течение первой минуты нельзя прыгать сразу. Но Дауд, к сожалению, это сделал. Очень обидно на самом деле, потому что Дауд является очень топовым спортсменом. Постоянно активно выступающим, представляющим нашу страну. Также выступающим на ACB. И каждый раз, знаете, ну какие-то вот, как будто легкие неудачи предстоят утром. Как я и говорил, на первом ACB против Самира Шантры. На тот момент это был первый раз, когда Дауд на моих глазах выступает против, ну скажем, элиты мировой. Против людей, которых мы привыкли видеть по телевизору. И для меня, на самом деле, несмотря на то, что Дауд мой очень близкий друг, ну, я тогда очень сильно удивился, когда увидел, с какой легкостью Дауд может с ними конкурировать. То есть это не было то, что Дауд не ходит, он только получил черный пояс против именитого спортсмена. Он выходил и нагло делал свои дела. И Самир с трудом оборонялся первые 2-3 минуты. Потом как-то дело перевалило в партер. Получился хавгард. Пошел болевой на ногу. Дауд не сдавался. Они, получается, вращались. И когда вращались, Дауд при вращении ступнул рукой Аббат. Но это не было сигналом сдачи. Это было то, что он просто вращался и рука попала в это положение. Но судья уже остановил встречу и продолжил. Там уже не поссорились. Да. К сожалению, это был вердикт судьи. Вот, Али, что бы после этого боя ты бы сказал своему другу Дауд? Мы обязательно с ним встретимся. Мы с ним часто встречаемся. Знаете, мы редко тренируемся вместе, но очень часто встречаемся. Я думаю, мы обязательно обсудим все это выступление. И, ну, я уверен, что он сам понимает, что ему нужно, чтобы побеждать и чего ему именно не хватает. Но мне кажется, вот эта вот маленькая доля невезения, которую Дауда всегда предстоит на турнирах ACB. В данном случае это невезение было именно вот небольшой недочет. В нюансе, в правилах, наверное, вылетело из головы. И, ну, извините меня, когда уже показали два балла, ну, что поделать. Придется работать дальше. Посоветую держать выше голову и ждать своего шанса. Потому что я уверен, что Дауда большое будущее. И это не начало, и это не конец. И мы еще очень-очень большую дорогу в Жилдюче следует пройти.